В прямом эфире РБК Уфа. Я Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Министерство здравоохранения Башкортостана взяло на контроль расследование инцидентов в поселке Булгаково, где фельдшер отказалась оказывать первую помощь мужчине, который почувствовал недомогание, а очевидцы записали это на видео. Об этом РБК Уфа сообщил главврач республиканской станции скорой медпомощи и центра медицины катастроф. Он также сообщил первые результаты проверки. Это была не машина скорой помощи, это была машина-санитарный автомобиль поликлиники одного из районов сельских районов нашей республики, которая везла больного на консультацию в город Уфу в одну из клиник. Также о начале проверки по данному факту сообщили в региональной прокуратуре. Этому предшествовало и заявление СК о том, что также устанавливаются детали произошедшего. Напомню, как следует из видеозаписи, женщина спрашивает у медика, почему она отказалась помогать мужчине. Фельдшер ответила, цитата, это не ее район. Конец цитаты. На место происшествия вызвали другую скорую помощь и мужчину госпитализировали. Водители будут лишать прав за умышленное загрязнение госномера транспортного средства. Кроме этого, в случае аварии по вине водителя, который двигался по обочине, у него не будет возможности защититься в суде. Постановление приняли на заседании пленума Верховного суда, сообщает издание «Коммерсант». Уфимский юрист Николай Костенко рассказал телеканалу РБК Уфа, насколько применимы будут эти поправки на практике. В случае, если сотрудник ГИБДД докажет умышленность действий автомобилиста, водителю придется заплатить штраф в размере 5000 рублей. В худшем его лишат прав. В постановлении также сказано, что если номер в грязи или снеге при движении по трассе, штраф составит 500 рублей. Что касается случаев выезда на обочину, согласно разъяснениям Верховного суда, дорогу таким водителям никто уступать не обязан. На 15% снизился внешний торговый оборот Башкортостана по итогам первых пяти месяцев 2019-го в сравнении с тем же периодом прошлого года. Данные сообщил руководитель башкортостанской таможни Марат Софиолин. Он отметил, что «торговые партнеры» — те же самые номенклатура товаров кардинально не изменилась. Однако в ведомстве прогнозируют рост товара оборота с ключевыми партнерами за счет притока инвестиций. Напомню, по данным регионального правительства, в Башкортостане впервые за последние три года позитивная динамика по инвестициям плюс 4,3% к уровню первого полугодия прошлого года. Кроме того, по данным таможни выросло число административных правонарушений. «Рост довольно-таки значительный. На 10% рост. И если брать количество административных правонарушений, которые выявлены за пять месяцев, то, к сожалению, почти 39% от общей массы — это административные правонарушения, связанные с несвоевременным информированием или вообще с неинформированием башкортостанской таможни об этой торговле». Добавлю, в январе-май этого года торговыми партнерами Башкортостана стали 101 государства. Среди лидеров экспорта — Латвия, Китай, Беларусь, Финляндия, Нидерланды. Экспортировано товаров на сумму 1 миллиард 441 миллион долларов. Ключевые импортеры — Китай, США, Италия, Беларусь, Германия. Товаров импортировано на 283 миллиона долларов. В Уфе появился современный 16-метровый скалодром. Его установили в этнопарке «Ватан». Новое спортивное сооружение оборудовали для соревнований по скалолазанию, которые включены в программу международных детских игр 2019. Скалодром имитирует рельеф скалы. Он состоит из стены, оборудованной выступами для лазания, тремя трассами для восхождения на скорость и сложность. Мобильное сооружение изготовили по международным стандартам и требованиям Олимпийского комитета. Напомню, 53-е летние международные детские игры пройдут в Уфе с 9 по 14 июля. Участники будут соревноваться по 9 олимпийским видам спорта. В этом году в них примут участие более тысячи спортсменов из 30 стран мира. Работы по подготовке к проведению игр находятся на заключительном этапе. На этом пока все. Оставайтесь с РБК.